Друзья, добрый день! Сегодня в нашем видеообзоре Лифтбэк Volkswagen Polo. На видео автомобиль в комплектации Football Edition с бензиновым мотором объемом 1,4 литра турбо, с передним приводом и с роботизированной коробкой передач. Цвет автомобиля синий металлик. Диски литые 16-дюймовые с шинами размерностью 195 на 55, задние тормоза дисковые. В заднем бампере расположен парктроник. Антенна расположена в задней части крыши. Крыша окрашена в черный цвет. Рейлинги не предусмотрены. Боковые зеркала и ручки дверей окрашены в цвет кузова. Брелок ключа с тремя кнопками. Система бесключевого доступа не предусмотрена. Заглянем внутрь. Посмотрим на карту передней двери и водительское место. Автомобиль оснащен черно-серым салоном и декорирован серыми вставками. Рулевое колесо многофункциональное с кожаной отделкой. Обивка сидений тканевая. Водительское сиденье оснащено механической регулировкой по высоте. Включим зажигание автомобиля с помощью ключа. Автомобиль оснащен цифровой панелью приборов. Слева от руля расположен блок управления осветительными приборами. Предусмотрен автоматический режим. Включим габаритные огни, ближний свет и задний противотуманный фонарь. Указатели поворотов левый и правый. Помигаем дальним светом. Аварийная сигнализация. Выйдем из автомобиля и осмотрим автомобиль детально с включенными световыми приборами. Боковые зеркала с повторителями указателей поворотов. Автомобиль оснащен светодиодными фарами. Передние противотуманные фары не предусмотрены. В переднем бампере расположен парктроник. Задние стекла с заводской тонировкой. Клиренс автомобиля составляет 170 мм. Задние фонари светодиодные. Задняя противотуманка расположена в блоке заднего фонаря. Возвращаемся в автомобиль. Кнопка управления центральным замком. Регулировка боковых зеркал осуществляется с помощью этого джойстика. Система электроскладывания боковых зеркал не предусмотрена. В этом положении джойстика включается электрообогрев боковых зеркал. Далее на водительской двери идет блок управления передними и задними электростеклоподъемниками. Только водительский стеклоподъемник с доводчиком. Регулировка корректора фар. Правый подрулевой переключатель отвечает за управление передними дворниками. Предусмотрен автоматический режим. Кнопки справа на руле отвечают за выбор информации, выводимой на панель приборов. На панель приборов можно вывести информацию маршрутного компьютера и данные мультимедийной системы или телефона. Также можно дублировать спидометр в цифровом виде. Кнопки слева на руле отвечают за управление круиз-контролем. Круиз оснащен функцией лимитатора скорости. Кнопка включения электрообогрева руля. Подогрев трехрежимный. Дефлекторы системы вентиляции расположены посередине в передней панели. В автомобиле установлена мультимедийная система с цветным сенсорным дисплеем размерностью 8 дюймов. В составе акустической системы 6 динамиков. Мультимедийная система поддерживает радио в диапазонах FM и AM. Также поддерживается Bluetooth-аудио и присоединение внешних устройств через USB-разъемы. Мультимедийная система поддерживает hands-free. Это позволяет говорить и управлять телефоном без помощи рук. Также магнитолог поддерживает функцию SmartLink. Это дает возможность подключить к автомобилю смартфон и вывести на центральный дисплей онлайн-навигацию и другие сервисы. Встроенная навигационная система не предусмотрена. Кнопки на руле дублируют управление аудиосистемой. Можно менять громкость или менять радиостанции. Также можно управлять мобильным телефоном, подключенным по Bluetooth. Во вкладке «Автомобиль» на дисплей мультимедийки выводятся данные о текущем состоянии автомобиля, информация о давлении в шинах, информация бортового компьютера и настройки автомобиля. В автомобиле установлен однозонный климат-контроль. Включим систему с помощью кнопки «Авто». правая шайба отвечает за регулировку интенсивности обдува. Левая шайба отвечает за регулировку температуры. Кнопки выбора направления обдува. Кнопка «А-С» отвечает за включение кондиционера. Кнопка «Переключение» рециркуляции воздуха. Кнопка «Включение» электрообогрева заднего стекла. Кнопка «Включение» электрообогрева лобового стекла. Кнопки «Подогрева» передних сидений. Подогрев двухрежимный. Кнопка «Включение» парктроников. Потолок серого цвета. Водительский противосолнечный козырёк с макияжным зеркалом без подсветки. На потолке расположено освещение для водителя и пассажира. На потолке расположен очёчник. Также на потолке расположена кнопка системы «Эра ГЛОНАСС». Пассажирский противосолнечный козырёк с макияжным зеркалом без подсветки. Посмотрим на задний ряд сидений. Он оснащён тремя подголовниками. Центральный подлокотник с боксом. Подлокотник регулируется по углу наклона. Перед рычагом коробки передач расположены подстаканники и два USB-разъёма. Бардачок с подсветкой отделан пластиком. Ручной тормоз механический. Индикация ручника на панели приборов. Коробка передач роботизированная, 7-ступенчатая, с двумя сцеплениями. При включении задней передачи активируются парктроники и камера заднего вида. Изображение выводится на дисплей мультимедийной системы. В коробке передач предусмотрен ручной режим выбора передачи. Индикация выбранной передачи отображается на панели приборов. Немного погазуем. Теперь перейдём к осмотру заднего ряда сидений. Посмотрим на карту задней двери и на задний ряд. Оценим, как выглядит передняя приборная панель. Освещение для задних пассажиров расположено в центре крыши. Салон от багажника отделён полкой. Заднее сиденье с центральным подлокотником. В нём расположены подстаканники. В спинках передних сидений расположены карманы для вещей. Задние сиденья оснащены двухрежимным подогревом. Для пассажиров заднего ряда предусмотрены два USB-разъёма. Задние стеклоподъёмники электрические. Стекло при открытии опускается полностью. На потолке над дверью находится ручка и крючок. Теперь перейдём к осмотру багажника. Объём багажника составляет 530 литров. Слева в багажнике расположена розетка на 12 вольт. Боковины и пол багажника отделаны тканью. Под полом в багажнике расположено запасное колесо и органайзер с набором инструментов. Для сложения спинки сиденья необходимо нажать на кнопку. Сиденья второго ряда складываются в соотношении 60 на 40. При сложении сидений образуется ступенька. При сложенных сиденьях объём багажника составляет 1460 литров. Для закрытия багажника предусмотрен жгут. Лючок бензобака открывается снаружи автомобиля. Объём топливного бака составляет 55 литров. Теперь заглянем под капот, который открывается с помощью этого рычага. Капот фиксируется с помощью ручного упора. Крышка капота отделана шумоизоляцией. Двигатель турбированный, бензиновый, четырёхцилиндровый, объёмом 1,4 литра, с отдачей 125 лошадиных сил. Мы с вами осмотрели лифтбэк Volkswagen Polo в комплектации Football Edition с бензиновым мотором объёмом 1,4 литра турбо, с передним приводом и с роботизированной коробкой передач. Цена такого автомобиля на момент съёмки обзора составляет 1 миллион 412 тысяч 700 рублей. Благодарим за помощь в съёмках дилерский центр Volkswagen Германика Химки. Автомобили в наличии вы можете посмотреть по ссылке в описании к видеоролику. Друзья, ну вот наше видео и подходит к концу. Не забывайте ставить лайки и писать в комментариях, понравилась ли вам машина и какие ещё автомобили вы хотели бы увидеть на обзоре. И самое главное, подписывайтесь на канал Дром. До скорых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok